Посол Швеции Христиан Камил прибыл с визитом в Североказахстанскую область. С этой скандинавской стороной у региона налажены партнерские отношения. Шведская делегация во главе с министром сельского хозяйства была в области осенью прошлого года. Посол приехал, чтобы укрепить действующие договоренности и наладить пути дальнейшего сотрудничества. В ходе визита он сделал подарок Краевическому музею. Какой из следующего сюжета? В научных трудах шведских ученых есть интересные факты о Северном Казахстане. Изучением природы и истории края во второй половине 18 века занимался ученик шведского ученого Карла Линнея Иоганн Петер Фальк. Энциклопедия с этими ценными данными пополнила фонд областного историко-краевического музея. 11-томник апостола Линнея включает в себя труды и других последователей известного ботаника. Пятая часть – итоги работы Фалька на Южном Урале и в Западной Сибири. Он провел около двух лет по Сибири. И он, в том числе, в северный Казахстан. Мы знаем, что он был в Уральске, он был в Петропавловске. В его работе есть в том числе подробные описания караванные пути по Казахстану. И поскольку это источники древние, и не существует уж так много письменных источников того времени, мы считаем, что эти тома обязательно должны быть здесь, в вашей стране, в Казахстане. Такой подарок области сделали посольство Королевства Швеции и фонд IQ Foundation. Книги будут храняться в фондах нашего музея. И все сотрудники музея области, ученые, крайне верные, могут познакомиться с содержанием этих энциклопедий. Им узнать побольше о жизни и бытии жителей нашего региона в 18 веке. Еще раз огромное спасибо. Энциклопедия, написанная на английском, возможно, ее переведут на русский и казахский языки. Жан Сулута Семирова, Рустам Леужанов, Новости МТРК.